Где у нас прослойку положили между стеной и фундаментом, начали стены садить и так далее. Да? Окей. Там брак идет, да? Да. Замечательно. Все. Вы сказали, начали отношения. Выбудьте, ребят. Представьте сразу. Я не скаю. Ребят, смотрите, что сейчас. Сейчас начинается работа группой. Вся важная ценная информация будет в конце. Она сейчас так, волна потихоньку, потихоньку, потихоньку мы накапливаем. У нас будут ответы, каждый будет давать свои ответы. Вы слушайте, если вам откликается, записывайте себе в банк ложить. И откликается, отложил в сторону, потому что она мне не подходит. Не важно, я сказал, кто-то другой сказал. Мне отложится, я записываю. Нет, прошел дальше. И когда я задаю какой-то вопрос, пожалуйста, задавайте вопрос себе сразу вовнутрь. Активируйте свои внутренние ресурсы. Потому что если вы будете пассивным наблюдателем, оно у вас вошло в одну уху, а другое вышло. Когда я задаю себе вопрос, я начинаю думать и искать ответ, какой же, где же ответ-то. И еще хорошо, если вы озвучиваете свой запрос весь, полностью озвучно. Тем самым что происходит? Начинает работать Вселенная, помогая вам решать ваши вопросы. Правильно? То есть помогает Вселенная, вибрация слышит ваши запросы, когда мы молимся. Почему? Когда мы молимся, должны поблагодарить Господа. Если ты что-то хочешь, чтобы случилось, обращайся к Господу, помоги мне, Господь. Спасибо. Мы обращаемся к Господу и просим, помоги нам, пожалуйста, найти ответ на вопрос, который меня больше всего беспокоит. Мы сейчас быстренько сделаем, закончим представление и мы буквально 3 минутки настроимся к пространству. Итак, да, простите, пожалуйста. Ну я как-то не могу конкретный вопрос вам предъявить. Что бы вы хотели, что вас беспокоит больше всего сегодня? Просто так, простым языком. В целом просто интересно. Отлично. Походу уже посмотрите, что-то откроется, появится. Здорово, вы будете, ребята. Меня зовут Лена и я хочу узнать, как не чувствовать себя очень зависимой и как не передавать очень большую значимость партнеру, не ставить его в центр своей жизни. Правильно я понимаю, не ставить в центр своей жизни партнера, это значит стать независимой? Да, более самодостаточной, более независимой. Так, стать самодостаточной независимой или независимой, это разный вопрос. Ребят, слышите, стать независимой от мужчины, а сразу вопрос, ну вы немножко потом сразу поймете. А нужно ли мне быть независимым от мужчины? Вообще-то я должна быть зависимым. Отлично. А для чего вам это нужно стать самодостаточным? Для реализации себя от мужчины. Реализация себя. И мы, как вчера говорили, что для того, чтобы начать семейные отношения, реализовать себя по жизни, я должен быть самодостаточным. Ничего никого не просить, никого ничего не искать. У меня есть все, что мне нужно. Я нахожу вторую половинку для того, чтобы свое счастье улучшить. Замечательно, прекрасно. Вот это с чего мы все должны начать. Замечательно. Ребята, кого интересует вопрос, как стать самодостаточным? Кого? Поднимите. Посчитайте, сколько. Здесь не стеснялся, здесь не стеснялся, здесь замечательно. Так, хорошо. Окей. Вопрос хороший. Спасибо вам. Вы будете, ребята? Ну, много вопросов, но так... А, простите, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Полина. Полина, я извиняюсь, у вас очень редкое красивое имя. Могу попросить вас так? Сидите, пожалуйста, чтобы... Еле-еле душа в теле, правда. Вы сейчас, посмотрите, если вы следите...